почему наши танкеры не ходят под нашим флагом ну наши танкеры это не обязательно наши танкеры понимаете если их в западной прессе говорят что это русские танкеры они перевозят русскую нет значит это русские танкеры совершенно не обязательно это могут быть вот этот теневой флот путина который они ёмный что же я все proph Clip темный флот путина ну все не привыкнул они это банки путина а флот темный смазвазы я постараюсь запомнить так вот вот этот темный флот �enyна который который которым они говорят это извините не обязательно вообще российские суда или сюда хоть как-то аффилированные с российскими компаниями вы понимаете что россия вот ну хотя бы на нефтяном рынке и рынке нефтепродуктов. А так, на секундочку, мы один из двух-трех крупнейших экспортеров нефтепродуктов. Так-то мы продукцию высокого передела вообще не экспортируем. Ну, какие-то нефтепродукты, кто их считает? Подумаешь, в топ-3 мировых поставщиков относимся. Вообще неинтересно никому. Так вот, мы являемся одним из крупнейших заказчиков в этой области. И представьте себе состояние тех небольших относительно компаний, которые увидели, как 5 декабря 2022 года им бросают этот кусок рынка и говорят, забирайте. Нам он не нужен. Они скупили все суда, до которых могли дотянуться, и сказали, ребята, бегите к нам, мы все вам перевезем. То есть, когда какое-то судно идет не под российским флагом, но перевозит что-то российское, это не обязательно судно российское. Поверьте, пожалуйста. Это положительная сторона вопроса. Есть ли не положительная, так скажем? По данным статистики, из всего объема торговли, из всего объема нашего экспорта, не в денежных единицах, а в тоннах, в кубометрах, Россия на своих судах вывозит 10% своей продукции. Все остальное зафрахтовано. По оценкам специалистов морской торговли, наших, российских, ежегодный отток капитала на фрахт чужих судов, на страховку в чужих страховых компаниях в течение последних 20 лет, в среднем составляет 100 миллиардов долларов США. Так что, извините, нам свой флаг для того, чтобы ставить, нам нужны свои суда. Я помню, как еще в 2009 году, я не устану вспоминать это чудесное время, как в 2009 году руководитель одной крупной, одной из двух крупнейших нефтегазовых компаний в Российской Федерации заявлял, что нам необходимы суда-газовозы. И там выступал один молодой человек, который сказал, а если, значит, наши корабелы не будут успевать строить, мы будем заказывать в Южной Корее. И тогда ему такую выволочку устроили. Прямо вы себе не представляете. Однако, прошло 15 лет, нет, благо у нас есть звезда. Ну, вот можно показать, вот есть звезда. Да, ее как раз начали строить в 2009 году, и ожидается, что в следующем году... Приняли решение, начали строить там... Есть шансы, что в следующем году будет строительство уже завершено. И на самом деле, я не огорчаюсь по этому поводу, мы же у нас все время рассказывали про советский долгострой, а своего российского долгострой у нас не было, теперь есть. В общем, дорогие друзья, кто отвечает, если вдруг нас смотрит кто-то, кто самый главный по судостроению, Россия крупнее, один из крупнейших заказчиков на рынке нефти, один из крупнейших заказчиков на рынке экспорта, зарубежного, морского, нефтепродуктов. Россия перспективный, один из крупнейших заказчиков в области перевозки сжиженного природного газа. Пожалуйста, присмотритесь к этому вопросу. Вообще могли бы присмотреться к тому, что в последнее время у России даже морей становится больше. Сейчас их 13. Так, я предлагаю все-таки дальше, пока мы не ушли в эту веселую, занимательную, но такую противоречивую географию. География сейчас крайне неточная наука, по крайней мере, если мы говорим про политическую географию. Да, в последнее время предпочитают продавать контурные карты. Да. Пишут нам, в Крыму АИ-95 стоит 60 рублей 79 копеек. Вот объясните мне, как в четвертой части нашей программы, или в третьей, в третьей части нашей программы коснемся этого вопроса. Ну, давайте пока остановимся вот в плане вопросов. Судов спрашивают, будет ли охрана у судов, чтобы не получилось, как с северным потоком. Вы знаете, чтобы получилось, как с северным потоком, там такое количество людей должны были вовремя отвернуться и потом делать вид, что они ничего не понимают. Ну, так вот. Для этого, для того, чтобы появилась охрана у судов, суда должны быть наши, они должны идти по нашим триколорам. Триколор был придуман, изначально он был флагом торгового флота, если кто-то об этом забыл. Дальше можно присоединиться к монологу Александру. Россия очень перспективный рынок. Да, 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 да. Для морского флота. Ну, может, кто-то не знает, просто вот вдруг нас смотрит, и люди, которые должны быть ответственны за этот вопрос, такие сейчас хлопнут себя ладонью полбу. Точно, как мы не подумали. Действительно. Ну, еще на всякий случай, количество рек в России, на мой взгляд, пересчет вообще не поддается. А статистика показывает, что в прошлом году за счет речного торгового флота у нас состоялось 1% грузооборота. Опять же, лично я помню разговоры о том, что нам нужно восстанавливать, 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 еще раз подчеркиваю, речной грузооборот ведутся, ну, как минимум лет 10. Возможно, возможно, какие-то подвижки будут, но когда они будут, вот, эх, узнать бы. В этом году юбилей у Ленского объединенного речного флота, ЛОРП, в 1989 году состав этого флота входило 1102 моричных судна. Здравствуйте. Коллега сказал, что Новотек уходит из Мурманска, со слов турок, которые там работают, решил не строить там завод СПГ. Ну, передайте коллеге привет, Новотек пока по этому поводу ничего не высказывал. А так-то посмотрим, так-то посмотрим. Особенно турки, которые там работают. Крайне сомнительный источник информации, но последим за этой темой. Вы знаете, произошло 26 июня историческое событие. Правда, не 24 года, а 1954 года произошло историческое событие. Этому посвящена вторая тема нашей программы, а именно, 26 июня 1954 года мировая электроэнергетика вошла в атомную эру. Была запущена первая в мире атомная электростанция. Угадайте, в какой стране это произошло. Не запущена, а была присоединена к объединенной энергосистеме. И введена в эксплуатацию. То есть работала уже в совершенно промышленном режиме. Итак, собственно говоря, Борис, что мы можем людям рассказать на эту тему? Реактор АЭМ. У нас, слава богу, в последнее время принято очень короткое название. Первая АЭС. Начала она работать в 1954 году. 26 июня она была присоединена к объединенной энергосистеме в Московской области. АТОМ мирный. Так выглядит его аббревиатура. Хотя многие говорят, что М это вообще-то морской. Что он, на мой взгляд, ближе к действительности. Строилась это в лаборатории В, которая до 1949 года входила... Была одной из лабораторий НКВД. В 1950 году ее передали в ведение спецпроекта. Занималась она исключительно атомными направлениями, не связанными с боезарядами. То есть такая специализированная лаборатория. Было принято решение от необходимости создания атомных двигателей для подводных лодок. Абсолютно новое направление. Напомню, что взрыв первой бомбы в 1949 году проходит чуточку меньше пяти лет. Начинает работать первая атомная электростанция. Вот в таком темпе работали. Почему я считаю, что это действительно было предназначено все-таки для военно-морского флота. Стояла одна турбина. Одновременно создавались три реактора с тем, чтобы оценить, какой подойдет. АМ, уранографитовый. Уже на тот момент, когда закончилась расчета, было ясно, что для подводной лодки он просто великоват. И Курчатов волевым решением принял практически единолично. Это будет первая атомная электростанция. И так получилось. Смогли. Вот тут, мне кажется, нужно еще временные рамки задать, что еще в 1947 году Курчатов и еще ряд его коллег пишут письмо на имя Берии, который курировал этот проект, с тем, что, вы знаете, нам надо заняться в том числе, в том числе атомной генерацией, электрогенерацией. Вот с 1947 по 1954 год. Это на самом деле вообще, это вот представьте, вот сейчас я про временные рамки. Это в 1945 году, вот представьте еще раз, в 1945 году заканчивается Великая Отечественная война. Да, в 1949 году у нас есть свое атомное оружие. В 1954 году атомная электростанция. В 1957 году первый спутник. В 1961 год человек летит в космос. Угадайте, опять же, с какой стороны человек летит в космос. Это вот представьте, как если бы вот в 2009 год мировой кризис случился, и вот к настоящему моменту, к 2024 году, мы бы уже корабль к Проксиме Центавра отправили. Притом где-то между этими событиями на Марсе успели колонию создать. Ну, то есть вот такого рода подвижки, вот с такими темпами. 2009 год, 2024, там 45-й, соответственно, вот все остальное. Невероятные темпы работы, потрясающие темпы работы. И что характерно, если посмотреть архивы Росатома, спецпроекта нашего, впервые о необходимости использования атомной энергии в мирных целях, зафиксированных в протоколе заседания технического совета спецкомитета в декабре 1946 года. То есть только что состоялся пуск первого физического реактора. Мы еще ничего про это не знаем. Технический совет уже размышляет о том, что атом должен давать пользу не только для военной обороны. Это вынужденная мера. Это ответ на демократизацию по-американски. И одновременно у нас еще не создан реактор для наработки плутония для боезаряда. У нас еще не прошли испытания первой бомбы, в документах уже значится, что мы будем работать над созданием атомной электростанции. Это о направленности энергии ученых Соединенных Штатов и Советского Союза. Немножко разная направленность была. Я очень советую нашим зрителям посмотреть, ну если вдруг вы не видели, если видели, пересмотреть фильм «Победа» 80-х годов. Там прекраснейший, один из моих лично любимых фильмов о войне, и там прекраснейшие есть эпизоды военного времени, как раз вот ведутся переговоры, показывается такая международная политика, и там есть шикарнейший, потрясающий, восхитительный эпизод, что самое удивительное, что самое восхитительное, если угодно. Потом достоверность этого эпизода фактически подтвердили наши западные партнеры, когда стали рассекречивать некоторые архивы, например, про операцию «Немыслимая» и так далее. Так вот, там есть замечательный эпизод, когда Сталину сообщают о том, что у Соединенных Штатов, президент Соединенных Штатов сообщает, что мы сделали удивительное оружие. Прошли испытания. Ну да. Что у нас есть? У нас есть атомная бомба. Обязательно пересмотрите, но только после нашей программы. Сейчас не надо. Собственно, про технические характеристики. В качестве топлива был взят обогащенный до 3-5% уран, 300 килограмм. Притом первоначально предполагалось в два раза меньше брать, да? Ну, собственно говоря, эквивалент выглядит достаточно просто. Один грамм урана, обогащенного по содержанию делящегося материала уран-235 из затопа, это 2880 килограмм у зоны условного топлива. Один грамм – это 3 тонны угля, если угодно. Так что 300 килограмм – это много. 300 килограмм – это много. И если у нас готов калаш из руководителей атомного проекта, то я бы хотел, чтобы вы на всех этих людей посмотрели. Ну, Курчатова, я думаю, знают все. Борис, человека в правом верхнем углу я тоже думаю многие... Лаврентий Павлович Берия, руководитель, единственный человек, который за успешные испытания нашей первой атомной бомбы не получил звания Героя Советского Союза. Ну, так, кто он, не очень хорошо вижу отсюда. Если по правую руку первый человек – это Борис Львович Ванников, это первый отдел, это тот, кто отвечал за всю промышленность, которую требовал человек в центре. Ему помогал тот человек, который в правом верхнем углу, но непосредственную работу со всеми заводами и предприятиями нас учитал именно Борис Ванников. Тут можно... Кого я еще вижу? Внизу по левую руку долежали. Собственно говоря, главный конструктор первого реактора мирного, ну и немирного, в общем-то, тоже. Как-то оно все вместе шло. Да, одновременно. Человек, который после смерти Кручатова возглавил атомный проект Александров, это создатель реакторов большой мощности канальных и практически всех реакторов для атомных подводных лодок, ну и так далее. Тут про каждого человека можно рассказывать часами. Ну, мне показалось, что будет неплохо, если наши зрители на этих людей посмотрят вот в этом контексте, в контексте 70-летия первой в мире атомной электростанции. Всем остальным пришлось догонять. Ну, догоняли по-разному. На самом деле, практически, ну, вскоре, уже в 56-м году начала работать первая атомная электростанция на территории Великобритании. Соединенные Штаты были третьими. Кто бы что ни рассказывал про их успешность технологическую и прочее, старшие братья своих заокеанских кузенов обогнали. Была оригинальная конструкция реактора охлаждения углекислым газом. Вот такой путь был выбран. Правда, он оказался тупиковым, но для того, чтобы понять, что он тупиковый, понадобилось еще лет 30. Да, догоняли. Американцы много говорят о том, что первыми атомную электростанцию запустили они, потому что еще в 51-м году от атомного реактора они зажгли целую одну лампочку, то ли на 100 ватт, то ли на 70 ватт. Ну, экспериментальный образец и экспериментальный образец. Это так, чтобы разработать проект, который действительно стал составной частью объединенной энергосистемы. Нет, здесь Пальма-1-го у нас, и здесь будет бесполезно. Ну вот, напоминаем об исторических событиях. Я так понимаю, в этом году будет еще... Мощность 5 мегаватт. Вот сравните с тем, что устроится сейчас. ВВР-1200, это 1200 мегаватт электрической мощности. Они немножко выросли. А малым реактором считается до 200. До 300. До 300. Эх, понимаете, маленький 300-мегаваттный атомный реактор. Ну и то, что этот реактор проработал не 20 лет, как рассчитывали, а 50. Так получилось. Такая вот надежность была создана. В Обнинске создан музей. В этом году его освежали. Я с удовольствием посмотрел. К юбилею как раз и фасад обновили, и вроде бы и внутри много чего нового. Так что, если есть возможность дотянуться до города Обнинска, давайте все вместе съездим и глянем, как все это выглядит. Все это можно увидеть. Это реактор, который работал без современных систем автоматики, управлялся практически вручную. То есть это титаническая работа была, связанная с риском. Прежде чем ее удалось запустить, там было 17 внештатных аварий. Не знаю, сколько раз это перепроверили, пока не услышали слова Игоря Васильевича с легким паром. Перейдем к менее оптимистичной теме. Тема, на которой у нас остается 10 минут. Учтите. Продлено разрешение на экспорт бензина. Наша рыночная модель продолжает прекрасно работать. Да-да-да. Рыночная модель в ручном режиме, но нормально. Так везде. Везде с развитым рынком. И в Европе, и в Соединенных Штатах периодически приходится дергать рубильнички. Дергают по-разному. Разные рубильнички. Но тем не менее. Значит, правительство Российской Федерации, собственно говоря, вот на этой неделе продлило временное разрешение на экспорт бензина в страны, которые не получали ранее исключения из вот этого запрета, который принимался в марте. Я напомню, опять же, что с марта 2024 года действовал запрет, частичный запрет на экспорт бензина. И тут я напомню о больших числах. Если у нас в прошлом году было произведено порядка 43 миллионов тонн автобензинов, то на экспорт из этого объема было отправлено порядка 10%. У нас традиционно 10-12% всего лишь бензинов идет на экспорт. Притом порядка половины этого объема шло в страны ближнего зарубежья. В первую очередь страны Евразийского союза. То есть большая часть тех стран, которые получили исключение в рамках этого запрета, это страны, куда шла примерно половина наших автобензинов. Вот. Для чего вводился запрет? Он вводился, опять же, вдруг кто-то забыл, на фоне событий, которые происходили с начала текущего года, когда на внеплановые ремонты пришлось останавливать часть нефтеперерабатывающих мощностей. И с учетом опыта того, как уверенно работал наш внутренний рынок, в августе и сентябре прошлого года. Тем более, что в январе-феврале котировки, вопреки обыкновению, на бирже стали расти. А наш рынок работает следующим образом. У нас есть Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа, на которой торгуются бензины, торгуются дизельное топливо. До 90 тысяч тонн автобензинов, до 95 даже тысяч тонн автобензинов в сутки там может продаваться. Обычно продается порядка 40-45 тысяч тонн, но, тем не менее, это больше требуемых государством объемов. Так, на секундочку. На что влияют эти котировки? На оптовые цены. Но оптовые цены не влияют напрямую на цены розничные, потому что у нас на розничные цены обычно влияет другой фактор, а именно договоренности между правительством Российской Федерации и нефтяными компаниями о сдерживании роста цены автобензины на их заправках в рамках годовой, в пределах не выше годовой инфляции. Для краткости называют протоколом Кузыска, если видите такое выражение, это вот как раз о том. И вот вопрос, который нам был задан, а почему почти 61 рубль АИ-95 стоит в Крыму, найдите в Крыму хоть одну заправку крупных нефтяных компаний. Участвовавших, ставивших свои подписи под протоколом Кузыска, их там нет. Я помню с 2014 года замечательные рассказы местных сетей. Наверняка, если сюда посадить человека из любой сети, там из фиолетовой сети, из такой зеленовато-желтенькой сети крымской, они наверняка объяснят вообще вот почему так, как есть. Но объяснения сначала были такие. Нету возможности напрямую поставлять топливо. Приходится завозить морским транспортом, хотя это самый дешевый вид транспорта. Это, знаете, мы выводим за скобки и на это вообще не смотрим. А потом запустили мост. Ну, а это же автомобильный мост. А вот будет железнодорожный, тогда повезем. Тут автоцистерны, это вообще, знаете, несерьезно. Целых 300 километров. Ну, 400 надо везти. Это до, ну, 500. Ой, все, кошмар. 500 километров надо везти меньше на самом деле. Но там рассказы были разные о том, откуда они везут и в каких количествах. Далее. Запустили железнодорожный мост. Ну, вы понимаете, сложная ситуация, поэтому сейчас мы не можем до среднероссийских опустить. Кстати, про среднероссийские. В Южном федеральном округе, когда вы смотрите данные Росстата, можно посмотреть данные Росстата, зайти к нему на сайт, там восхитительно выглядит. Знаете, там 55 рублей за АИ-95 в среднем по Южному федеральному округу. Ну, и где-то так 60, так с небольшим, вот, Республика Крым и город федерального значения Севастополь. То есть 10% на ровном месте. Ну, кстати, это нам говорит о том, какие бы могли быть средние цены сейчас по стране, если бы не действовало вот это соглашение. Вот. Поэтому... Я думаю, для краткости надо на табличку показать все будет. Да, давайте мы покажем о том, что... Давайте мы покажем сразу табличку с изменениями, для начала с изменениями цен. Не-не-не, давайте прям таблица, таблица там, где цены у нас имеются. Это вот биржевые котировки, да. Особенно на слухах о том, что сейчас отменят экспорт. Вот пошли биржевые котировки вверх. Давайте вот следующую сразу. Сразу одну и вторую табличку раз. Там, где речь о рознице. Это изменения в процентах, в том числе относительно декабря 2023 года. Вот вы видите, как менялось. Фактически на 2,5 процента, местами почти на 3 процента выросли цены. Кроме дизельного топлива, там рост меньше. Но дизельное топливо подрастало в прежние периоды, поэтому здесь вот так. Когда оно было зимним. Да. Ну, тут это вообще не учитывается роста. Если мы еще скажем, что там 1700 заправок учитывается, это мы сейчас закопаемся и эту тему будем продолжать слишком долго. А пока просто порадуемся, что у нас нет государственной информационной системы в топливно-энергетическом комплексе. В отличие от Соединенных Штатов, которые фу-фу-фу, мы у них ничего смотреть не будем. В отличие от всех других министерств? Это мы... Давайте мы... Давайте сразу теперь... А как... Ну, проценты это понятно. В недельном выражении вот здесь мы видим. А как с начала года изменились цены на моторное топливо? Давайте глянем. В Дубске. Да, вот мы взяли, так как соответствующих табличек нету, то это вот персональное наше творчество. Пожалуйста. 92-й, 95-й, 98-й и выше. Ну, то есть АИ-100 сюда же относится. Ну, и дизельное топливо. Прогнозно уровень инфляции порядка 4,5%. Его потом пересматривали до 5%. Ну, соответственно, нельзя сказать, что половина нормы выбрана, потому что, еще раз, соглашение касается только заправок нефтяных компаний. Да, на них все остальные ориентируются. Вертикально интегрированных нефтяных компаний. Вот так правильно будет. Вот, на них все остальные ориентируются, потому что, ну, как-то безумие поднимать выше. Хотя такое безумие бывало и в 21-м году, и в 23-м году. Но это, я думаю, многие имели счастье наблюдать. Вот такие изменения. Я тут комментировал эту тему для одного нашего СМИ. Меня спросили. Вот, я обожаю этот вопрос, на что люди рассчитывают, и я не знаю. А цены снизятся? Я нашел, что ответить. Ну, кроме банального нет, конечно. Ну, что вы. Есть одно моторное топливо, цены на которое могут снизиться. Пропанбутан. У нас единственный чисто биржевой товар среди моторных топлив – это пропанбутан. Пропанбутан у нас действительно может и подорожать до 38 рублей за литр, а может через пару-тройку месяцев подешеветь до 19 рублей за литр, потом подняться до 25 рублей за литр и, в общем, вот так вот колебаться. Но вот это единственное моторное топливо, которое действительно... До которого не добрался Минфин. Ну, там... Где берется? Сегодня в Сыктывкаре, пишут нам, заправился АИ-92 по цене 45,5. Это вы там шикуете в Сыктывкаре, я считаю. Знаете, 50 рублей вон. 50 рублей средняя цена была в начале года, сейчас она выше. Там заправка прямо в заборе завода. Возможно, возможно. Транспортные расходы поменьше. Нет, ну прям, слушайте, 45,5. Вам сейчас Крым очень сильно позавидовал, прямо очень-очень сильно. Получается... А туристы задумались, где надо отдыхать на самом деле? А получается, Крым отдан кому-то на откуп? Нет. Получается, что те регулирующие механизмы, которые работают в большинстве других регионов, кстати, тоже не во всех, ну, чисто физически заправки крупных компаний не везде присутствуют. Поэтому не везде на них могут ориентироваться. Где их нет, там цены выше. Удивительное сочетание, правда? У нас обычно нефтяников любят ругать, что ой, да, вот они взвинтили цены. Ну так давайте посмотрим регионы, где их нет. Как там с ценами? Все хорошо. Там гораздо лучше, чем в тех регионах, где они есть. Там местные заправщики... То есть, понимаете, в чем проблема? Местные заправщики вполне справедливо могут сказать, ну так оптовые цены выросли, мы закупили дороже, вот мы подняли цены. Каких нам претензий? К ним претензий у контролирующих органов, будем мы фас называть или не будем фас называть, вот у контролирующих органов к ним никаких претензий нет. Понимаете, Крымский мост переплыл, пересек Крымский мост, хоп, а у тебя на 4-5 рублей за литр вырастает сразу цена. Потому что волшебным образом, вот понимаете, вот тут 50 рублей, там 55, тут 55, там 60, ну вот такая взаимосвязь. Еще раз, контролирующим органам неплохо было, на мое личное мнение, возможно, они все проверяли, у них претензий нет, допускаю, мое личное частное мнение, что, возможно, им стоит присмотреться к некоторым заправочным сетям в Крыму и в городе федерального значения Севастополя. Было бы неплохо. А вдруг там что-то не то с тарифом за провоз через Крымский мост? Ну, видимо, там тариф настолько большой, ты только провозишь, и хоп, у тебя на литр 5 рублей накидывается. 2,5 рубля берет человек, который поднимает шлагбаум на материковой части моста, и еще 2,5, вот, который там. Так и живем. В общем, здесь, к сожалению, получается, что люди, знаете, которые в Керчи живут, им проще доехать до заправки одной красной компании, которая по ту сторону находится и там заправится. Ну, наверное, я так подозреваю. Кстати, можете нам написать, если вы так делаете. А можете подписаться на мой телеграм-канал «Нефтегазовая игра», а то я как-то самой рекламой не занимался. И вот на геоэнергетику.инфо тоже подпишитесь. Так, в завершение нашей программы мы немножечко порекламировали свои ресурсы. Да, кстати, Борис Марцинкевич, аналитика в Телеграме. Тоже подпишитесь обязательно. В следующий раз мы, наверное, коснемся темы, которую мы сегодня собирались проговорить, но не успели, а именно меморандума с Ираном. Что ж такое, зачем мы газ в Иран, ну вот это вот все. Я думаю, что у нас могут поступить еще и новости, потому что в Астане предстоит встреча глав государств стран, входящих в состав ШОС, с учетом того количества новостей энергетического сектора, самых разных, газовых, нефтяных, даже электрических. Может быть, эти новости будут некоторым образом собраны в единое целое, и нам будет что обсуждать. В общем, следующая неделя обещает быть в хорошем смысле слова жаркой. Ну а мы на сегодня будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Присоединяйтесь к нам каждое воскресенье в 7 часов вечера на Геоэнергетике. Лайв. На сегодня все. Всего хорошего. Всем всего доброго. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала «Независимый аналитический онлайн-журнал Геоэнергетика.Инфы». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива поиска спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Зене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на спонсору. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением, с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект Геоэнергетика.Инфо продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова